Битва за дома в жилом комплексе «Радужный» завершилась уголовным делом. Его возбудили в отношении учредителя управляющей компании «Комсервис». Не раз мы показывали сюжеты, как две жилищные организации боролись за обслуживание одних и тех же домов. В ходе проверок выяснилось, что «Комсервис» не имел права выставлять счета жителям многоэтажек. Причем общая сумма набежала немалая – более 10 миллионов рублей. Сегодня они дерутся за то, чтобы оставаться в домах. Вкус денег уже почувствовали в домах. Очень сложно собрать все население и среагировать, менять управляющую компанию вовремя или ТСЖ. Кроме этого, факты мошенничества и присвоения денег казанцев всплыли в управляющей компании «Экопарксервис» и в ТСЖ «Панорама». Всего же по республике возбуждено 28 подобных уголовных дел. Из них 50 фактов – это злоупотребление полномочиями, 14 фактов – присвоение или растраты, 10 фактов – мошенничество, 3 факта – превышение должностных полномочий. Ущерб по данным возбужденным делам, согласно статистике, составил более 180 миллионов рублей. Промышляют жилищники в набережных Челнах. Следствию удалось доказать, что учредитель управляющей компании «Ключевое» Анна Сацук с января 2012 года на протяжении двух лет не перечисляла в энергопоставляющей компании собранные жильцов более 6 миллионов рублей. Сейчас женщина находится в колонии. До момента осуждения ей была создана другая управляющая компания, уже с другим руководителем. Опять-таки, его фамилия сейчас уже прозвучала тоже. Это директор УК «Авангард», по которому опять возбуждено уголовное дело. То есть, вот эта цепочка, она на сегодняшний день, благодаря целенаправленной работе из полкома набережных Челнов, будем надеяться, что она остановлена. Как заявили сегодня в генерирующей компании, пропавшие миллионы рублей искали не там. Выяснилось, что жители республики с задержками, но все же платят за тепло. Вот только деньги зачастую оседают в карманах жилищников.